Продолжаем с вами, по милости Аллаха, изучение шарха, то есть разъяснение хадиса Абу-Бакра Ас-Саддика о дуатой мольбе, которую научил его Пророк, разъяснение, которое дал Шейху Алистану Ат-Аймия. Далее он говорит Основой Ихсана, основой блага является вера в истину, признание истины и любовь к истине. И основой всякого зла, напротив, является отвержение истины, неверие в нее и ненависть к ней. Это очень глубокие слова. То есть всякое благо, Ихсан, корень его в чем? Корень его в том, что человек, он принимает истину, и он любит истину. Если вы покопаетесь, то увидите всякое заблуждение, всякий отход от прямого пути. Если покопаться, что в корне лежит? В корне лежит то, что человек, он не стремится к истине, не любит истину, не принимает ее. Основой всякого блага является, напротив, вера в истину, стремление к ней, любовь к ней. Основой зла, говорит он, является отрицание или ненависть к ней. Отрицание истины, ненависть к ней, а следующее за ним уже следует, говорит он, это наоборот. Признание лжи, вера в ложь и любовь к лжи. То есть есть отрицание истины и ненависть к ней, а за этим уже следует, что любовь стала быть к чему? Ко лжи и любовь к лжи. То есть вера в истину и любовь к истине, это вообще основа, из которой выходит полезное знание. Почему человек получает полезное знание? Как он достаивается его? Потому что он любит истину, потому что он стремится к истине. Праведное деяние из этого вытекает, правильно? А наоборот, неверие в истину, отрицание ее, ненависть к ней, отсюда вытекает невежество. И отсюда вытекает зульм. Отсюда вытекает зульм. То есть здесь, Чеху Санутиемия, он указывает еще на один вид зульма. Еще на один вид зульма. Если вы обратили внимание, то речь идет о чем? О зульме в виде внешних деяний или о деяниях внутренних? О том, что в сердце у человека. О том, что в сердце у человека. Это то, о чем мы говорили с вами раньше. Что зульм, не так как наивно полагают некоторые, это только внешние деяния. И зульм, это непременно должны быть какие-то явные мерзости внешние, такие как прелюбодеяния, или воровство, или употребление спиртного, или еще что-то. Большая часть, и наиболее страшная часть его зульма, она где? Она в сердце человека. И оно выражается вот в таких вещах, о которых здесь сказано. Какое-то неприятие истины. Какое-то отторжение истины. Какое-то высокомерное отношение к истине. Когда человек не любит что-то из истины. Когда человек, наоборот, отдает предпочтение лжи и любит ложь. И говорит он дальше. Вот это любовь к истине. Отсюда и произрастает. Производным это является полезное знание и праведное деяние. Наоборот, если человек опровергает истину, ненавидит, отсюда вытекает джак, отсюда вытекает зульм. Это вот еще один из зульм. Еще один аспект, на который указывает через Устану Тиме. Когда человек говорит, я много совершил зульма. Много несправедливости совершил. А что там в сердце у тебя? Может быть, тебе когда-то не понравилась истина. Может быть, тебе не захотелось следовать за истиной. Может быть, ты последовал за страстью. Может быть, ты последовал за каким-то мнением своему. Дал этому предпочтение. Проявил какой-то высокомерие, когда тебе сказали, вот это истина. Это все виды зульмы. Страшные виды зульмы. И дальше говорит он, рахмалу Аллаху Тааля, человек, если он не знает истину, то есть не познает истину, не стремится ее познать, то в чем он нуждается из истины. Или если он не признает, ее не подтверждает. Или если он не любит, то он валим линавси. Он совершает зульм в отношении своей души. Если он не познает из истины, то в чем он нуждается. Не стремится к знанию. Если он не признает истину, узнал ее, но не признает. Если он не любит ее, то вот он валим линавси. И в самом деле, праукалей Саратову Сарам говорит, Тот, кто стремится к благому, ищет его, домогается его, стремится к нему, тот получает его. Это очень важно. Говорит он, если человек отрицает истину, не познает ее, не признает ее, не любит ее, то он валим линавси. И если он, наоборот, признает баты, то есть признает ложь и любит, и следует за своей страстью, он тоже что? Тем более, кто валим линавси. Он, который совершает зульм в отношении своей души. И он заключает и говорит, то есть зульм в нафс, не справедливое отношение к душе, оно возвращается к чему? Сводится к чему? Иттибау вон, следование за предположением вон, или за тем, чего желает душа, за гала. И это выражается в чем? В том, что человек следует за мнениями и следует за страстями. Это очень важно. Что мы сказали с вами? Он сказал, что человек, если не познает истину, если не признает, если не любит. Не познает истину, значит, он что познает? Он следует за чем? Тот, который не хочет изучать истину, он следует за злом, следует за предположением. А если он узнал уже истину, но не признал ее и не любит ее, тогда что? Следует за страстями, значит, за тем, чего хочет его душа. Вот это тонкие моменты, очень важные. И поэтому он говорит дальше, основой зла всякого является альбидо, являются нововведения. Тонкий момент. Многие, когда слышат, что нововведение – это страшно, это плохо, что это самое худшее из вещей, это нововведение в религии, люди до конца не понимают, в чем опасность нововведения. Человек Сан-Утимия говорит, вообще основа всякого зла – это нововведение. А что это такое нововведение, в чем его суть? Он говорит, это когда отдает человек предпочтение мнению над текстом, то есть над текстом откровения от Аллаха. Когда он выбирает аль-гава, выбирает страсть, то есть свое желание, выбирает его, ставя его отдаваемое предпочтение перед следованием за повелением Аллаха. Вот что такое беда. Что такое беда? Что такое беда? Мнению отдает предпочтение перед текстом. Страсть и желанию отдает предпочтение перед подчинением приказу Аллаха, перед подчинением его воли. А наоборот, ас-суль-хаир – основа всякого блага – это следование за аль-гуда, это следование за прямым руководством. Почему бедаты? Откуда бедаты возникли? Почему человек становится муптаде? Почему человек становится последователем бедата? Когда-то вы задумались, некоторые люди спрашивают, а в чем причина? Почему беда? Отвечает здесь человек, становится иммия. Он говорит, если мы внимательно послушали то, о чем здесь сказано, что основа беда – это две вещи. Либо человек пренебрегает знанием, не получает знания, следует за какими-то предположениями, как это делали Насара, как это делали христиане. Прокори Саратусам сказал о них. Блин, заблудшие – это они. Почему? Потому что они не ищут правильного знания. Так основа бедата – это не знание, когда человек не ищет правильного знания. Одно дело, когда человек ищет, действительно старается, но еще не дошел и ошибся. У человека есть уважительная причина. Другое дело, когда человек не ищет правильного знания. Так причина беда – это пренебрежение правильным знанием. А вторая причина – это следование страсти. Когда человек знание-то он получил, у него есть знание об истине, но он следует страсти. И все зло из-за этого. Поэтому, говорит он, основа зла – это нововведение. Любое нововведение, посмотрите на него. Почему человек впадает в нововведение? На любого человека приверживается нововведение, посмотрите. Либо он что? Просто не знает истину, не ищет ее, не изучает, далек от знания правильного. Либо знает, что он лидер этого заблуждения. Почему? Потому что он последствует страсти. Он не хочет терять свое положение, свое лидерство, что он руководитель какой-то группы, что он уважаем среди этого тариката, среди этой группы. Или он говорит, как я откажусь от своей партии, и как я откажусь от того, чем привержены мои соотечественники и так далее. То есть, это уже страсть. Основа блага – это отрешение от чего? Отрешение от невежества, отрешение от страсти. И это устремление к прямому руководству. Поэтому и говорит про калицарату сзра. Тот, кто искренне, по-настоящему стремится к благу, тому оно дается. Ищик же Зану Тимея дальше говорит, как сказал Всевышний Аллах. Это в суре «Таха» «Фа имма ятиянна куминни гуда, фа мани таб'а гудая, фа ла язылу ва ла яшка». Аллах сказал, это обращение к роду человеческому, по сути, если придет к вам от меня прямое руководство, то тот, кто последует за моим руководством, тот не собьется, тот не заблудится и не будет несчастным. А тот, который отвернется от напоминания моего, от Кур'ана, от Сунны, то ему будет тесная жизнь, и в судный день мы воскресим его слепым. Вот это, в этом аяте, в этих аятах, то, о чем говорит Шерусану Тимея. Те, которые следуют гуда, те, которые следуют прямому руководству, не следуют страстям и мнениям, что будет им? Ля явылью. Не будет заблуждения, валяль. И не будет чего? Чака, то есть несчастье. Не будет он несчастен. Вот это две награды, которые даются человеку, который следует по прямому пути. Он защищен от чего? От заблуждения. И он защищен от чего? От щека, то есть от несчастья. А наоборот, те, которые отворачиваются от этого, что будет им? Тесная жизнь. В этом мире тесная жизнь, заблуждения, а в вечном мире будут воскрешены слепыми. Как в этом мире они были заблудши, были слепыми, там они будут то же, что слепыми. В тот день, когда они будут наиболее остро нуждаться в том, чтобы видеть. В этом свете, который будет освещать дорогу верующим, они окажутся слепыми в тот день. Ибн Аббас, рода Аллаху Таран, он сказал, Аллах поручился, Аллах поручился, обещал для тех, кто читает Кур'ан и выполняет его, выполняет то, что в нем сказано, то есть Куран и Сунну читает, знает, познает и выполняет то, что там сказано, что он не заблудится в этом мире и не будет несчастным в вечном мире. И потом прочел Ибн Аббас вот этот вот аят из Суры Пага, который мы с вами упомянули. Дальше Шил Сан-Тимия говорит, То есть заблуждение, ищака, то есть несчастье. Вот эти вот две вещи, которые поражают человека, который отвращается от гуда, от прямого пути. И этим вещам что противоположно? Им противоположно что? Валяет заблуждение, и ему противоположно гуда, то есть следование по прямому пути. Ащака, несчастье, ему противоположно что? Аль-фалях, счастье, успех. Это те самые счастья и успех, вернее, гуда, прямое руководство, следование по прямому пути, и счастье, о котором говорит Аллах Субханава Тааля в Суре Аль-Бакара, в начале Суре Аль-Бакара. Аяты, которые наверняка многие из вас знают наизусть. Аллах Субханава Тааля как раз говорит об вот этих двух вещах. О каких вещах? Аль-гуда и Аль-фалях, которые противоположны чему? Валяет заблуждение, и щака, несчастье. Аль-гуда, следование по прямому пути, и Аль-фалях, это счастье. Это Аллах сообщает об этих двух вещах, когда говорит о ком? Аль-мут-такин, о богобоязненных, которые руководствуются этим писанием. Алиф-ля-аммим, залики-ль-китабу, ла-райба-фи, алиф-ля-аммим, это то писание, в котором нет сомнения. Гудан лиль-мут-такин. Руководство для богобоязненных. Это богобоязненные, они руководствуются этим. Они руководствуются мнениями и страстями. Залики-ль-китабу, ла-райба-фи, гуда. Поистине это писание, в котором нет сомнения. Оно, гуда, прямое руководство. Уководствуются им, кто богобоязненные. И что потом Аллах, субханатико, говорит про них? Итогом их будет, вот эти, которые руководствуются. Гуда. Они на прямом пути от своего Господа. То есть, Аллах, субханатико, наставляет их. Ведет их по прямому пути. И они есть, аль-муфлихун. Они есть достигшие подлинного успеха. Они есть достигшие, аль-фалях, счастья. Дальше говорится, что заблуждение и несчастье. Вот это вот положение тех, о ком Аллах, субханатико, сказал Аллах, и Махдуб, али-им. Гайри-ль-Махдуб, али-им, аль-Аблах, али-им. Да, в суре-ль-фатихе. Вот эти качества, заблуждение и что, и несчастье. Это то, чем Аллах, субханатико, описывает вот эти вот группы, о которых сказано, не веди нас путем заблудших и путем тех, которые находятся под гневом твоей. Гайри-ль-Махдуб, али-им, аль-Аблах, али-им. Рок Али-Исаратус сказал, что Махдуб, али-им, это кто? Аль-Ябуд. Он сказал, ягуд, иудеи, али-им, аль-Аблах, али-им, те, которые находятся под гневом Аллаха. Аль-Аблах, али-им, это кто? Заблудший, это кто? Насара. Насара, христиане, это лалюн, это заблудший. Почему? Потому что Насара, христиане, они не ищут чего. Не ищут правильного знания, это их основная черта. И они следуют за какими-то предположениями, какими-то домыслами и сказками, не имея правильных знаний. Их качество основное, это какое? Поэтому лаляль, заблуждение. И те, которые подобны им, из тех в этой умме, которые поклоняются Аллаху, субхану ата-али, без знания. А Аллаху иудеи, у них знания есть, но они, что отвергают его, они не любят его, они следуют за своими страстями. И все, кто им подобен, из тех людей, в этой уме в том числе, которые обладают знанием, но которые отвергают его, отвергают истину и следуют своим страстям. Настолько все глубоко. Иудеи, они познали истину, но они не соблюдают ее и не совершают деяния в соответствии с ней. А Насара, христиане, они поклоняются Аллаху без знания. Тот, кто знает истину, но не выполняет ее, не следует ей, не поступает в соответствии с ней, он следует чему? Он следует гава, он следует своей страсти. Следование страсти – это львайи, это отход от прямого пути. То есть здесь, человек с наутими указывает нам на две вещи. Есть валяль, а есть алгай. Мы с вами говорили недавно об этом. А разница между валяль и чем? Алгай. И говорит он, тот, кто совершает деяния, там поклоняется Аллаху, какие-то религиозные деяния совершает, без знания, он валяль. Его качество – это валяль, заблуждение. Он и не знает, у него нет знания, и он идет по неправильной дороге. Он валяль, он тот, который находится в заблуждении. А тот, который знает истину, но последовал своей страсти и сбился с пути. Вот это уже называется как? Называется львай. То есть отход от прямого пути. Тот вообще не шел по прямому пути, потому что у него нет знания. А у этого знания есть, но последовательства своей страсти и отошел от прямого пути. Сбился. Это называется львай. Это разница между львай и львай. И поэтому Аллах Субханава Тааля в своем писании указывает на непричастность пророка салла лавария салам к этим двум вещам а валяль и алгай ваннадьми и за голова клянусь звездой когда она закатывается ма валя сахибу кум вама вала не находится в заблуждении ваш товарищ и не сбился он с пути то есть непричастен он к этим двум вещам валяль и алгай описывая аглю алгай людей которым присущ алгай что такое алгай алгай следы с растения что такое алгай отход отход от пути был он на пути он знал его но отошел от него вот описывая вот этих вот отошедших от прямого пути аглю алгай говорит аллах субхана тараса асрифа на аяте аль лязина это каббару нафиль арды бигайриль хак я отведу отведу в сторону от знамений моих от аятов моих тех которые возвеличиваются на земле без права если видят любой аят то не веруют в него если видят правильный путь то не берут его своим путем а когда видят путь заблуждения отхода от прямого пути тогда берут его своим путем отведу от своих знамений они были на этом они знали это но из-за того что они не захотели брать истину каждый раз когда приходит истина не берут и хотят ложь аллах субхана тараса отводит их от прямой дороги сур-эль-а-раф дальше приводится пример из сур-эль-а-раф приведи им в качестве примера сообщение о человеке которого мы дали наши аяты знания наших аятах но он отошел от них и шайтан сделал его своим последователем и он оказался из числа га-у-ин не га-у-ин сказано как га-у-ин то есть тех у которого гай по поводу то есть это кто такой смотрите вот этот аят сур-эль-а-ра то есть дали ему аят дали ему знания но он пошел за шайтаном и оказался среди га-у-ин среди тех которые впали в гай а теперь правдаляль правдаляль аллах субхана тараса говорит в куране воинна кассиран ла югылу на би-а-у-а-и-им би-гай-ре-ель-и поистине многие вводят заблуждение би-а-у-а-и-им на основе своих страстей би-га-эри-и-и-им агвайли на основе своих страстей би-га-и-ре-и-и-и-им здесь слова далал, уже видение в далаль без знания би-га-и-ри-и-и-им и говорит тем не possibly ми-мма индей б Ground material белая куда мир онла кто более заблужден чем тот который следует за своей страстью, без гуда, без прямого наставления от Аллаха. Дальше говоришь, я имею такие замечательные слова. Тулябуль-илм. Тулябуль-илм, вы должны услышать это. Это очень важно. Он говорит, раб, если он выполняет то, что знает, то есть воплощает Ильм в Амаль, то Аллах, Субханава Тааля, дает ему за это знание того, чего он не знал. Аллах Акбар. Если ты что-то знаешь и это выполняешь, то Аллах тебе потом за это дает в качестве вознаграждения знание того, что ты не знал. Это правило. И предшественники, они знали это. И предшественники, чтобы закрепить свое знание, чтобы увеличилось у них знание. Они добивались этого каким путем? Путем совершения того, что знают. Знание, чтобы приобрести знание, увеличить свое знание, человек использует две вещи. Вещи материальные, видимые, понятные причины, и вещи, которые невидимые. Вещи, которые материальные, понятные вещи, да, человек старается, человек учит, да, человек заучивает наизусть, проявляет усилия, трудится. Это важно, это нужно, конечно. Просто забава и игра, когда ты не стараешься, проявляешь ледность, и не получишь знание. Усердие это важно. Но это внешний аспект. Важный, это причина, но есть еще что, внутренняя причина, которой мало кто задумывается. Что знание, оно укрепится и увеличится в том случае, если ты будешь его выполнять. И предшественники, они делали это, и Аллах Субхана Ауталья открывал для них знание. Такие вещи открывались, это просто удивительно, так, глубина знаний, понимание давалось им. Пример этого, Ибн Масутра, да Аллаху Таран, когда его спросили о женщине, у которой умер муж, не войдя еще к ней, не имея с ней половой близость, что делать? Ибн Масут сказал, первое, это что? Ей Магар полагается, если он еще не дал этот Магар, то есть полагается и полагается Магар. Второе, она должна соблюдать Идду, должна соблюдать Идду. Третье, наследство. Она участвует в получении наследства. Но он хотел подтверждение этому своему пониманию, и потом поднялись люди из числа сподвижников, и они сказали, да, мы слышали своими ушами, что пророк Субхана Ауталья по поводу такой-то, такой-то женщины вынес вот такой вот хуком, именно, то, что ты сказал. И несказанно обрадовался Ибн Масу Тради Аллаху. И восхвалил Аллах Субхану Аталя за то, что его понимание совпало с тем, что передано в достоверном хадисе от порока Саллаху Алиеву Асаллаху. Это раскрытие от Аллаха Субхану Аталя, оно дается богобоязненным, тем, которые воплощают свои знания в деяния. воплощать в деяния и просить Аллаха Субхану Аталя увеличить знания и уповать на него. Вот эти внутренние вещи, которые многие пренебрегают. Многие думают, я знания получу благодаря чему? Благодаря тому, что буду много сидеть, учить, буду ходить там на уроках, сидеть, буду слушать аудиозаписи, много смотреть, всяких уроков. Молодец, это хорошо. Ленью просто так лег не знающим прослухся, знающим такого не бывает. Или забавляешься, бегаешь, играешь, по рынкам ходишь и вдруг неожиданно стал знающим. Такого не бывает. Нужно усердие. Но не забывай о другой вещи. Это обращение к Аллаху Субхану Аталя, это поминание Аллаха, это истихвар, просить у Аллаха Субхану прощения за свои грехи, потому что грехи могут стать препятствием для получения тобой знаний, раскрытия для тебя. Это выполнение того, что ты знаешь. Ярлсану Таймир Он после намаза Фаджар почти до Зухра сидел, поминая Аллаха Субхану Аталя. Проводил время в Зикр, в Дуа. И говорил, это моя пища. То есть, это мой завтрак, это моя пища. Без этого не будет у меня сил. Итак, раб, если он выполняет то, что знает, то Аллах дает ему след, в качестве следствия этого знания им того, чего он не знал. Подтверждение этому Аллах Субхану Аталя говорит в Коране, «А если бы они выполнили то, в чем их увещевает, то это было бы лучше для них, и это сильнее бы укрепило их». То есть, и так, например, кто-то на прямом пути. Да, а если будет выполнять то, в чем его увещевает, то это сильнее укрепит его, это даст ему прямой путь. И тогда бы мы дали от нас великую награду, то есть, за выполнение того, что узнаешь. Великая награда, во-первых, а во-вторых, и повели бы мы их прямым путем. То есть, если будешь выполнять то, в чем тебя увещевает, то поведет тебя Аллах Субхану Аталя прямым путем, укажет тебе. Если ты был на прямом пути, тверд, еще больше утвердит тебя Аллах Субхану Аталя и даст тебе еще помимо этого великую награду. Это подтверждение из Суры Ниса. Суры Мухаммад Валядин Ахтадавзадагум Гуда Ватагум Таквагум А те, которые стремятся идти по прямому пути, выполнять то, что в верном руководстве, что будет им? Задам Гуда. Тому Аллах увеличивает следование по прямому пути. И дает им, дарует им таква, дарует им богобоязненность. Это Суры Мухаммад, Суры Аль-Хадид, Суры Железа Аль-Хадид, Аллах Субхану Аталя говорит, Иттакула Ва Амину Верасули, бойтесь Аллах и уверуйте в Его посланника, Ютикум Кифлейни Мир Рахмати даст он вам две доли от милости своей и даст устроить для вас свет, посредством которого вы будете идти. То есть, если будешь веровать, будешь богобоязненным, Аллах Субхану Аталя даст, дарует свет тебе, посредством которого ты будешь следовать. И сказал Аллах Субхану Аталя ведет посредством Него Аллах те, которые следуют за угодным Ему путями спасения Субхану Аталя то есть, те, которые следуют, Аллах Субхану Аталя ведет их. А если человек оставляет деяния в соответствии со знанием, Аллах наказывает его, и Аллах что делает, чем наказывает его, то, что отводит его от прямого пути, который он знал. Посмотрите, даже от того, что знал, от этого Аллах отводит. Человек теряет знание, отходит от этого, не говоря уже о том, чтобы получить что-то новое. То есть, не то, что ему знание не увеличивается дополнительно, то, что он знал, от этого Аллах Субхану Аталя его отводит, если он не выполняет то, что знает. Поверьте, это так. Поэтому предшественники, они закрепляли свое знание и использовали в качестве подспорья для увеличения своего знания что? Выполнение того, что? И хифс, запоминание хадиса, они говорили, средства для запоминания хадиса, что-то не получается запомнить, учу, учу, не получается. Средство какое? Средство какое? Сахаба говорили, что? Выполнять. Предшественники говорили, выполнять. Совершать праведные деяния, выполнять то, что знаешь. И Аллах тогда помогает, увеличивает знания. Так, если человек не выполняет, соответственно, Аллах отводит его даже то, что он знает, не говоря уже о том, чтобы не дать ему что-то новое. Аллах говорит по этому поводу в Коране фаламмазагу азаг Аллах сверх ее до этого. Просим Аллах благополучия. И сказал Аллах в их сердцах болезнь, и поэтому Аллах увеличил их болезнь. В хадисе, который приводит Термези и назвал его достоверным, хадис что он сказал поистине раб, если он совершает какой-то грех, то ставится на его сердце черная точка. Совершил грех, ставится черная точка. Если покается и оставляет этот грех, и просит у Аллах прощения, то тогда полируется сердце. То есть эта черная точка, она убирается, очищается. Если он что? Кается, оставляет этот грех, если просит прощения Аллах А если он добавит наоборот, к тому, что он совершает, из плохого добавит, то тогда увеличивается вот эта чернота, эта черная точка увеличивается, растет, растет, пока не покроет сердце полностью, сказано. И вот это и есть тот самый ран, та самая пелена, то самое покрытие, о котором Всевышний Аллах сказал, но нет покрыло их сердца то, что они приобрели из деяний. Это хадис предупреждает нас. Каждое твое ослушание, отход от истины, которую ты знаешь, каждое отвержение, противодействие тому знанию, которое до тебя дошло, оно оборачивается чем? Ставится черная точка. Не будешь каяться, будешь добавлять, увеличивается, увеличивается, пока сердце не покроется вот этим покрытием, о котором сказано в Куране. Ну вот покрыло их сердце, их сердца пелена за то, что они совершали из деяний. Это называется ран. Это называется ран или райин. Что это такое вообще райин ран? Это ржавчина. Это то, что покрывает какой-то предмет. И вот здесь сказано, что это происходит сердцем человека. По сути, аят не способ на неверующих. Но пророк применяет его, упоминает его, когда говорит о верующем человеке, о мусульманине, предостерегая мусульманина. Потому что если будет человек вот так совершать грехи, то сердце будет чернеть и покрываться вот этим покрытием так, что потом свет истины уже не может проникать в это сердце. Он уже не может получать какое-то знание, не будет увеличиваться его знание. Более того, что то знание, которое есть, от него отведет его. Аллах да упасет Аллах. Дальше говорится и вот эти вещи, которые здесь были упомянуты, через эти вещи, которые были упомянуты, для тебя станет ясно, что это за лульм, что это за несправедливость, которую раб причиняет своей душе виды ее. То, что было сказано, эти вещи, которые было упомянуто, когда ты узнал про них, тебе станет ясно, что зульм, он имеет вот виды, зульм, притеснение души, имеет вот такие вот виды. Но у каждого человека вот эти вот виды зульма, которые было здесь сказано, у каждого человека, они бывают разные, в зависимости от этого человека, в зависимости от его степени. То есть этот зульм у людей бывает в соответствии, соответственно им, соответственно их, положению, их уровню, нет ни одного дня, ни одного утра, который застает человек, без того, чтобы на человеке, когда он просыпается, не лежали бы обязанности, хукук, в отношении его самого, то есть в отношении Аллах и в отношении рабов Аллах и он должен соблюсти эти права. То есть каждый день ты просыпаешься, на тебе лежат хукук, на тебе лежат обязанности. Первое это обязанности перед Аллахом потом обязанности перед рабами в отношении самого себя, в отношении других творений и каждое утро перед тобой худуд, то есть те грани, которые нужно соблюдать, которые нужно хранить, и махарим, запретные вещи, которые нельзя приступать. И так каждый день. Каждый день ты просыпаешься, что хукук, обязанности, которые должны выполнить отношения Аллаху в отношении рабов, худуд, грани, которые ты не имеешь права перейти, которые ты должен соблюдать, и махарим, запрещенные вещи, которые ты не должен нарушать, запреты, которые ты не должен попирать. Поэтому пророк говорит, смотрите, в хадисе, поистине Аллах установил фара и обязательное предписание, не упускайте их. Это и установил запреты, не нарушайте их. Аллаху Акмир. То, о чем было сказано, каждый день мы сказали у человека, когда он просыпается, перед ним хукук, перед ним худуд, перед ним махарим. Все ли права ты соблюдаешь в отношении Аллаха и в отношении его творения? Все ли грани ты сохраняешь, оберегаешь худуд? Всех ли махарим запретов ты избегаешь? Махарим, скажем, вещи строго запрещенные, вещи, которые мокру, которые нежелательны. Нет, отсюда пойми, что так или иначе человек попадает в зульм, и поэтому он нуждается в том, чтобы признавать совершение им зульма и просить у Аллаха прощения за это. И пророк Али Сарат говорит в хадисе, что в этом? Поясни Аллах, фараба, фараба, установил фарда, установил обязательное предписание, что? фаля тулайиуга, не упускайте их. Потом вахадда худуда, установил границы, фаля татадуга, не переходите за них. вахарама махарим, установил запреты, не попирайте, не нарушайте эти запреты. Таким образом, говорит Сам Таймия, виды деяний представлены тремя вещами. Виды деяний, это то, что приказано человеку, то, что из этих вещей приказанных обязательно, это называется фарайд, есть еще мустахабад, есть еще желательные вещи, тоже входят в категорию чего? Маамурбиги, приказанное. Второй вид деяний, мангиюн ангу, мангиюн, ангу, то есть запрещенное, сюда к этому относятся, что? махарим, то есть запрещенные вещи строго, махарамат, и сюда же относится, что? макрух, хоть человек в Сам Таймии не упоминает это, не упоминает мустахаб, не упоминает макрух, нежелательное, что это нечто, что ведет человека потом к попиранию строгих запретов, да? мустахабад, желательные вещи, тоже относятся к категории приказанного, и оставление их, оно ведет потом к оставлению чего? К оставлению фардов тоже. Человек начинает оставлять сначала желательные вещи, потом смотришь уже и в фарде упущения, уже что-то из фардов не совершил. Так постепенно шейтан шагами, как по алгоритму такому, да? Шаг за шагом уводит человека, он знает, как это делать. Опыт у него в этом. И третий вид это мубах, это дозволено. Вот здесь вот мубах, в отношении мубах дозволено здесь хад, худу, то есть грани, грани, до которых человек может доходить в вопросе дозволенного, за них переходить нельзя. Если он перейдет за эти грани, то это будет уже что? Это будет рудуан, это будет переход за грани, нарушение худу-удалла, нарушение, преступание за грани Аллаха, субханного та'алла. Более того, не только в дозволенном в мубах переход за установленным Аллахом грани, это недопустимо, но и даже добавить что-то лишнее к вадибатам, к обязательным предписаниям или к мустахаббат, к желательным вещам, это уже это уже переход за грани, который установил Аллах, субханного та'алла. Например, человек скажет, я буду не 4 раката совершать дзувр, а в 5 ракатов, например. А? Что мы скажем? Слушай, молодец, ты не ограничился тем, что обязательно еще добавил. нет, мы скажем, это ты перешел за грани устанавливал Аллахом, это преступление. Верно? То же самое касается мустахаббат, например, человек в состоянии болезни, болеет или в сложном пути находится где-то и говорит, я буду поститься, буду. Это вредит ему. Этот мустахаббат в данном случае что будет? Переход за грани, это вот преступление, нарушение грани. И это называется переход за установленные грани, словом Исраф. Называется словом Исраф. Поэтому верующие, которые были до нас, Аллах сообщает о них в Куране, в суре Алимран, что они обращались калаус калаус дуа 147-ом аяте, о Господь о Господь прости нам наши грехи и Исраф излишества в наших делах, в нашей религии. То есть, когда переходят вот эти вот грани. Грехи прости, и что? Переход за грани, то есть, Исраф. Через самым Тиме говорит, Зунуб, о котором здесь сказано, грехи, включая в себя все грехи. Грехи большие, малые, грехи сердца, грехи органов. Сюда же некоторые могут относятся и макруга, то есть, нежелательные вещи, хоть на человеке, конечно, мы не говорим, что им будет наказание за это, но это, в общем, тоже относится так или иначе к этой категории. А второй Алисраф. Алисраф это что такое? Прости нам грехи, понятно, все виды прегрешений, наставление вадебов или совершение харама, внешние, внутренние грехи, большие, малые, Алисраф прости нам Алисраф это что переход за грани. Как сказал Всевышний Аллах, и помогайте друг другу в бирж, благочестии и в таква богобоязненности. И помогайте друг другу в грехе и в переходе за грани. Аллах Акбаш. Помогайте друг другу Альбир благочестии. Альбир Бир происходит от слова Бар. Бар то есть простор. Поэтому если выезжаешь за город, пустыня, простор, равнина, вот эти это называется Бар. Благодеяние к родителям. Назвайте бир уль вал и день. Почему? Потому что ты благодеешь к родителям как? Не просто чуть-чуть делаешь добра, а делаешь это как? Широко, просторно. Широко, просторно. Поэтому бир помогайте другу в бир то есть благочестие, то есть в вещах угодных Аллаху в том, что приказал Аллах помогайте друг другу в этом. Вот таква. То есть выполнение приказа помогать другу. И помогать другу в богобоязнице. Богобоязненность это что в данном случае? Мы с вами говорили, если вы помните, если таква и бир упоминаются вместе, тогда бир указывает на одно, таква на другое. бир указывает на совершение приказанного, а таква указывает на оставление запретного. А если упоминается по отдельности, тогда бир включает в себя что? И выполнение обязательного оставления запрещенного, таква тоже включает в себя и выполнение обязательного, и что? Оставление запрещенного. Но здесь сказано помогайте другу в благочестии бир и в таква, то есть выполнение приказного в оставлении запрещенного. Но не помогайте друг другу. «Аляль-Исм», в грехе «Аль-Исм», то есть здесь имеется в виду «всё, что запрещено Аллахом, и не помогайте другу в «Аль-Удван» в переходе граней того, что дозволено. Итак, «Аль-Бир» здесь. Словом «Бир» обозначается здесь, что вид всего, что приказано. Слово «Исм» – это вид всего, что запрещено. «Аль-Исм» – грех. «Удван» – это переход за грани. «Такуа» – это наоборот, что соблюдение грани, чтобы не перейти за грани. Понятно или нет? «Бир» – это что ещё раз? Это названо таким словом здесь, что всё, что приказано. «Исм», в котором нельзя помогать другу греха, это включается всё, что запрещено. Дальше. «Удван» – это переход за грани дозволенного. «Такуа» – это оберегание грани, чтобы не перейти за эти грани. То есть человек выполняет то, что приказано им, оставляя то, что запрещено, делает вещи дозволенные, но не переходит за границы этого. Субтитры делал DimaTorzok